привет и тебе привет а ты красотка что там сидишь давай вставай лена пришла вкусняшку вам принесла каже лена ты нас закормила раз вкусняшка два вкусняшка что вы тут мои зайчики мои пострибачки что вы не слушаете так что вы тут ели кококо кококо так корм у вас есть не хочет кашу намешала ой кашу сегодня вон и ели такую кашу кабак я вам цеви дико смонтирую днями отправлю в общем тут сама основная как она грамотно дивится самая составляющую перьева подкормка вот перьева подкормка от забоя перепелов пероция является протеинного подкормка но перьева добавка протеинного подкормка с меньшим составом протеина в общем если вы в тюй теме варитесь вы должны знать что кровя на подкормка самобища протеин потом мясо косно потом костно и рыбно кровя на мясо костно рыбно костно а потом перьева вот такие эти добавки c добавки протеин животного происхождения а растительного происхождения такие як макуха подсолнуха макуха соево там макухи еще есть рапсове макухи лени и еще виды растений есть вот на растительная добавка бачте как красиво высветюных вот лена подвязала им думала сюда поставить где вот тут такая штучка есть как для кроликов да я туда сильно забрасывала чтобы они смыкали они ничего не тянуть там без смыкать в общем я их туди причепила а раньше я им давала просто таку в кормушку сама листя так очи кокотки кокотки ребята давайте познакомиться цикуры бресы бресгальцы французская курица цепи курочки який нам прислала с германии марина с виктором про инкубировали у нас получается у тебя крашавича она такая ручная хорошая девочка и два парубка корм часа им дам корм это и корм что едят у меня и они так больно клюются с рук я кормлю конечно но они больно клюются сильно такие удары прям сильно мне в руки больно значит тут в цьому корме який я делаю перепела и я цим кормом кормлю курный сушек есть из лаковых пшениця пшениця кукуруза в равных пропорциях ячминь 10-15 процентов макуха от полтора до двух килограмм можно сказать полтора два процента 15-20 процентов и сюда я добавила головы от забоя перепелов и кров от забоя перепелов головы и кров в сиром состоянии перепела у нас чистый вот единственно кров и сырый мясо косты я использую только от перепела от кур там от кроликов от гусей от индюков то все я носителями дуже великой заразы и сюда из сочных кормов я добавила морковку я отсняла видео не могу мне времени его сейчас смонтировать сегодня день такие что видео вы из утра не никаких не бачили вот уже вечер вечером вы побачите именно это видео что с моими бресами вот и вот такие корм я им сейчас насыплю и пускай его не кушают они конечно не голодный но ты хочешь кушать с кормушки хочешь кушать вот с коробочки вот так вот ну тихо люсё вот ли они вкуснее сюда с рук вкуснее же у лены с рук а чопи не было вкусно красивые такие да они инкубировались 20 ноября 2022 года она инкубировалась с перепелами вот этих перепелов уже я же вырезала но сейчас вырезала маточной по голове вырезаю перепелов крупных и им это сколько сегодня вот не помню сегодня четверг че второе че третье февраля точно не могу вам сказать какие февраля но знаю что сегодня четверг ой как хорошо вообще гурины с кормушки отлично отлично есть там чоли наша за дверима гризаться курица брезгальская пришла знеслася в ней им гнезды и брезцы шума и чоли залезла зила яичко а шкаролупа возле будки теперь кури хочет подойти зисти шкаролупу а вона там з ними гризаться и не пускает чуете через двери ну может и не чули вот такая вкусная лена таку дала вот такие у нас едят корм вот этот корм что сейчас есть курочка едят перепелки сейчас сюда я добавила премиксами на кислоты и все получился натуральный сбалансированный корм и сочный корм и мясо косно и макуха и злакови и все есть вот что у у меня висит завинник это люцерна сину люцерна я достала з горяща им вот так подвешала пускай они смикают там они трошки пороздергивали поросипали подстилка у них шулуха от ячменя ячмень мы измельчаем и потом перевиваем собакам даём варим кошкам и собакам и сколько бачите получается шулухи кто покупает на рынке зерно то покупаете за цей шулухой там никто не перевиваем так ну и давайте поднимемся по условиям что у нас тут поставила я такий пеньочек кастрюльку привязала тут привязала через вушку туда и там боже мой ой я там взялуки маму гладив челував маму лену за руки и сюда им водички все они как будут пить они не перевернуть и туда литру водички им утром вляла это десь з обеду я им не обманю вечері воду вляла утром поменяла и вот это до цели пори сейчас уже обед вот так так ну что и кормушка кормушку еще я им комбикормика подкоплюю они у нас они у нас маленькие оцем два с половиной месяца и даю так комбикормик хай в них постоянно будет а то даю мишанку и вот это мой корм не бывает даже и всего всего не съедают остается сколько я всыпала сюда два ковшика кто дивился коробочки вот остается я потом курем взрослым отдаю это кто люди меня дивляться взрослые да там я дивилась по статистике люди меня дивляться старше меня и моего возраста то вы его это знаете это такое тут в ушко было такая чашечка чашечка от термоса термос по-моему челитровый был наверное был литровый термос и что тут написано я без очки просто не почитаю термос колбовый такой был обычно в термос все хорошо а колбами было проблемы чай пили сколько тут 250 грамм не на раненый стакан водички и дверься воно уже витерлась вишкуровалася бачите вот это и коробочку и я даю перепелам езды уже відколи оцема на перепелки відколи оця и коробочка от набираю корма и в батареи если мая там двадцать пять двадцать семь перепелок оцем раз высыпала и все и потом там утром дала там дели опять добавила вот такую норму очку я им даю кто там баночками кто смеет чашечками якимись так вот так наши курешки решетка у них есть ходят они по ней там какашки просыпаются ну и там он какашки тоже есть тут гуглять какашки они они не доили это уже дамо курям ай мои балакуны мои балакуны да таки хорошие разговариваем беленький таки кази беленькими лена як попелу нам насыпи будем купаться будем вообще сери а так белоснежна красавица така хорошая и беру в руки тяжкенькая грудочка марин хорошей хорошей куры не инкубировала як бы казать я не рисковала бы но рискнули надо рисковать конечно в зиму ну то что зимний цей период и транспортировка и вообще как бы казать за то что мы маем и то велика благодарность перепела господи эти куры содержится в помещении где есть перепела в этом помещении тепло тут есть печка тут окно есть им освещение вот так что тепло сухо чисто я же хочу там жердочки им такие деревянные зробить у меня были я сделала от предыдущих моих курей было но я взяла сожгла и за счет того что там может быть в трещинах и моль вот все равно и кисличинки через период времени она может выйти и кинуть потом на птицу и ну сожгла в общем надо новые жердочки зарабить старый не оставила хотя можно было там проколыть проколыть и все ну все сидит там лена вас закрыла вот таким тепленького светленького сета не скучают они там у них он погремушка висит тыкву ставила им разрубывала в ней не тямлять не понимают ести табак они и не едят я в корме вы едают вот так ходили бы вы сейчас бы вас выпустить но боюсь я их не застудила потому что я могу застудить но было бы нежелательно вот так откуда они вылупились февраль месяц но у нас 2023 году мягко такая лояльная зима можно было бы выпустить но все равно они еще они еще ну как бы казать тепличном там тепличном помещении жили так что пускай так и живут все ребята всем всего доброго с вами была хитрук елена хитруйчики на хозяйство проживаю я на территории украины 1 майск николаевская область являюсь заводчиком кур породы мини мясные палевые белохвостые и бре и бресы уйдется наши бресы бы то что было у нас украинского яйца все у нас нема петухов осталось одни курицы мы покрым мини мясными петухами и возьмем себе як материал на мясо а то же буду я говорится толчок наших бресов именно сто яйца яка прошла в германии так как наши украинские мне бы сказать и выработали это вообще по украине братья сестры никто ничего свежего не завоза никто не хочет рисковать никто не хочет ничего интересного завозить и хотя ездят люди туда-сюда сейчас вообще тут и беженцы ездят туда-сюда но никому не надо же там беспокоиться